Слушайте, ну мы уже тоже перегнулись с этими масками. Я вчера проехал по Минской области. Ну, еду сам за рулем, сел, еду по деревне. Люди выходят с деревни на поле. Идет человек один. Ветер такой, погода хорошая сейчас, сухая. И маска на лице. Один идет. Думаю, сними маску. Сними маску, подыши свежим воздухом. Идет в этой маске. Ну, если ты в городе, где огромное количество людей. Ну, ходи в городе там час-два, только лишнее. Не надо бродить тоже по городу. Ну, зачем между деревнями идет поле в этой маске? Мы уже людей перенапрягли. Отчего защитит маска в поле? У меня уже такое подозрение, что кому-то это выгодно. Нам же сегодня уже предлагают разные страны. И это у нас купите, и это купите, и это. А мы, то, что можем сделать сами, и деньги оставить у себя в стране, мы втридорого начинаем покупать за пределами страны. Я имею в виду вот эти средства защиты, маски, респираторы и так далее. Поэтому я попрошу, Петрович, вы мне подготовьте по стране, кто занимается производством сейчас этих средств защиты, и кто может заниматься. Я найду время побывать там, где я сочту нужным. И я спрошу, круглые ли сутки они работают и шьют маски. Вы понимаете, сейчас маски и прочие бахилы, они же очки и щитки, они же стоят бешеные деньги, цены подскочили. Продолжение следует...